Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Не знаю, что покажет товарищ Мамонтов, но мне сказали, что накануне уже приехали другие участники, и что за некоторыми из них ходили совершенно открыто камеры наших стрингеров каких-то, и что-то такое снимали. То есть явно что-то готовилось. Ну, за мной никто не ходил, но просто вечером после конференции мы сидели там, те, кто участвовали в конференции, сидели там в одном ресторанчике, и когда мы с Ильей Поноваревым, первые вышли из ресторана, нас встретила камера, и спросили, а что вы тут делаете. Мы ответили вежливо, но по смыслу, смысл вот такой, а ваше какое дело, вот, собственно говоря. Ну, нет, мы вежливо вполне разговаривали, все желающие могут это сегодня увидеть по телевизору. Что вот, ну что, гуляем, а что, а вы? А мы, говорит, тоже тут гуляем, а вот тут оказывается трагомац. Мы говорим, да, ну, может быть. Я сказал, а я с ним вообще не знаком. Это чистая правда, я этого человека вообще не знаю. Вот, ну все, на этом разговор кончился. Дальше они сделали такую штуку, они, то, что вчера показывал уже Дмитрий Киселев, значит, они берут интервью с Таргамадзе, какое-то там, что-то им Таргамадзе говорит, какое-то невнятное. Вот, потом они показывают всех нас видеоряд, и под это идет звуковой ряд, что, а вот они здесь наверняка не случайно, а вот Таргамадзе здесь рядом, и они здесь, наверное, не случайно, а вот, наверное, им нужны деньги, а вот, наверное, они там чего-то такое делают. Потом опять Таргамадзе, ну вот и все. Вот, то есть, действительно, мы виновны в том, что мы были в одном городе с господином Таргамадзе, это правда, эту вину я признаю, но я также признаю вину пребывания в одном городе с огромным количеством недостойных и нехороших людей, с некоторыми насильниками, убийцами, ворами, в Москве, например, да, вот, но как-то пока за это еще не судили, но, возможно, что будут судить. Ну, мне кажется, что это вообще грязная работа, ужасная. Я написал Олегу Борисовичу Добродееву, самому главному на ВГТРК, написал письмо с выражением, ну, прискорбия в связи с тем, что на главном, одном из главных каналов страны происходят, ну, очевидные провокации, как мне кажется, очевидные провокации. Я сейчас даже не обсуждаю то, что сама идея объяснять массовые протесты иностранного вмешательства, это идея, с моей точки зрения, бредовая, но это была одна, а предельно опасная, потому что она лживая, не бывает протестов за, не бывает революции за немецкое золото, при всем моей неприязни к Владимиру Ильичу Ленину, не в немецком золоте дело, вот, и не бывает революции за, там, какие-то гроши, которые раздает какой-то вообще непонятный человек. Ну, вот. Да, вот, чем вы объясняете, что вы обычные фигуранты стоп-листа на ВГТРК, вдруг так получили эфирное время, вас называют по фамилиям, уважительно. Это большая честь, это большая честь, как помните, в том анекдоте, что для вас, козлов, переходы сделали, он говорит, на вы обращается, фамилию знает, да, вот. Ну, вообще, это, конечно, полное безобразие, полное безобразие, я думаю, что, я не знаю этих законов, да, я посмотрел, то, что вчера показывали, ну, в суд вроде не на что подавать, ну, потому что, ну, чего, это их предположение. Ну, там чудная была фраза, в воздухе явно пахло грузинским вином. Это, конечно, гениально совершенно, вот он на улице с нами разговаривает, да, в воздухе пахло грузинским вином. Ну, для чистоты картины пахло пивом, и не грузинским, а литовским, но, ну, 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 прохиндей, ну, я не знаю, ну, что вот этот вот, который все это слепил, ну, кто он, ну, кто он есть? Ну, прохиндей, жулик вообще, очевидно, совершенно, наперсточник. Вот, может, он на меня в суд подаст. А как Илья Пономарев, который ближе к левому движению крылу оппозиции, объясняет вообще всю интригу вокруг Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, и ныне уже посаженного в тюрьму Константина Лебедева? Вы знаете, я его про это не спрашивал. Я его про это не спрашивал, потому что, ну, то есть так, мне кажется, что... В общем, не спрашивал я его, вот хотел бы рассказал, да, мы говорили там об общей ситуации, там, в стране, в мире и так далее, но про это я его просто не спрашивал, я не знаю. Вот спросите его, он же человек совершенно, так сказать, открытый для контактов. Да. Он вам расскажет наверняка. Я с удовольствием послушаю. А какая на самом деле была повестка дня, вот той встречи, на которой вы участвовали? Вы знаете, это было вот, что это было устроено правоцентристскими группами Литвы, которые сейчас находятся в оппозиции. Устроено, прежде всего, бывшим премьер-министром Литвы, господин Андреасом Кюбелесом. Вот очень, по-моему, достойный человек. Они пригласили несколько человек из России, несколько человек из Белоруссии, ну, были и литовские, естественно, коллеги. Они обсуждали отношения России с Белоруссией, ой, простите, Европы с Россией и Белоруссией в контексте будущего председательства Литвы в европейском сообществе. Вот, они считают, что они, как оппозиция сейчас, они должны там, там левоцентристское правительство сейчас в Литве, они, как оппозиция, должны подготовить свою повестку дня, свои предложения там и так далее. И они, собственно говоря, вот это и обсуждалось. Вот, кроме того, в Литве, да, ну, мы там, естественно, ну, и я, по крайней мере, потому что и партия господина Кубелиуса, и союз правых сил входит в Международный демократический союз и входит уже лет, господи, чтобы не соврать, лет 20, наверное, мы туда входим. Международный демократический союз был создан правоцентрическими партиями, правоцентрическими лидерами Рейганом, Тэтчером, Колем. Вот, я даже был вице-президентом этого союза в течение, там, 8, что ли, лет. Вот, и мы, поэтому мы, вообще, участвуем в таких мероприятиях. Но после конференции, конференция длилась в течение дня одного, а на следующий день несколько человек, в том числе и я, встречались с действующим министром иностранных дел Литовской Республики, ну, и обсуждали примерно то же самое. Там был разговор закрытый и достаточно жесткий с нашей стороны. Вот, то есть мы говорили, что нам многое не нравится в политике европейского сообщества по отношению к нашей стране. Ну, это была закрытая, закрытая встреча. Да, достаточно сказать, что они как-то подались на шантаж МИДа и не стал Ирландия обсуждать список Магнитского. Вы знаете, эта претензия некоторыми нашими коллегами тоже высказывалась, но я не хочу говорить, что говорили другие, да, поскольку закрытая встреча, да, но я могу сказать, что сказал я. Я говорил совершенно о другом, абсолютно о другом, ни о каких списках Магнитского, ни о другом. Мне казалось и кажется сейчас, что западные лидеры несут равную ответственность с нашими за то, что то удивительное окно возможностей, которое у нас было в начале 90-х, когда реально было для Российской Федерации получить четкую дорожную карту вступления в европейское сообщество и в НАТО, вот это окно возможностей не было использовано. Потому что западные лидеры, ну наши, понятно, что про наших все ясно, да, но западные, вот здесь на радио Свобода, где все-таки прозападная аудитория в значительной степени, ну как мне кажется, да, вестернизированная, вот не прозападная, не смысл, что она за западные страны, за западный путь, да, за европейский путь развития страны. Так вот, я хочу сказать, что они, мне кажется, они не использовали возможности. И не использовали потому, что они не относились к нам достаточно серьезно. У них не было дорожной карты. Я помню на одной из конференций, которая Айдию устраивала, доклад был британских консерваторов «Будущее НАТО» на 30 лет вперед. Я, значит, такой толстый доклад, я, значит, вот листаю, ищу где про Россию-то, ну, естественно, скажем, про себя интересно, да. Полторы строчки «Продолжить партнерство во имя мира». Я когда выступал, говорю, ребята, вы что, так не бывает. Это промежуточная стадия партнерства во имя мира. Что дальше? Давайте дорожную карту на 50 лет, на 40 лет. И я это говорил министру иностранных дел Литовской Республики сейчас, что я бы хотел, вот, что я бы хотел. Он говорит, вы скажите, что вы от нас хотите. Ну, там, люди говорили разные, я сказал вот это. А я хочу, чтобы вы сказали, что Российская Федерация должна быть членом всех экономических и военно-политических союзов, демократических стран. Вот. А то, что она для этого сейчас не годится, это не важно. Он мне говорит, ну, как это все равно нереально, что про это говорить. Вот тут я позволил себе, видимо, достаточно жесткое высказывание. Я сказал, что вы знаете, господин министр, когда во время Советского Союза, когда сама идея независимости балтийских государств была абсолютно утопической, вот абсолютно утопической, да, мы об этом говорили. Вот мы говорили всегда, что балтийские страны оккупированы Советским Союзом и что они должны быть свободны. И мы это говорили тогда, когда это нельзя было говорить, да, и когда, в общем, когда это было даже рискованно. И мне кажется, что, вообще-то говоря, долг по латежам, как раз. Вот. Так что у меня был, с моей стороны, разговор был очень такой жесткий с ним. Я считаю, что Россия должна быть членом НАТО, Россия должна быть членом Европейского сообщества, и эта дорожная карта может быть на 40 лет. А говорить, что вот Путин, там, еще чего-то, слушайте, Россия Сталина пережила, не то, что Путин. Надо же смотреть, как бы, в перспективе. Мы какой мир хотим иметь? Если мы хотим иметь мир нормальный, да, то нормальный мир — это тот для меня, в котором наша страна — член союзов демократических стран, полноправный, со всеми обязательствами и так далее.